Привет, друзья! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим форму депричастия с аффиксом дыкча. Это видео я сделал по просьбе одного из подписчиков. Но перед началом видео я хотел бы обратиться к вам, моим подписчикам. Мне как-то хочется разнообразить этот канал и, возможно, придумать какие-то новые форматы видео. Я хочу, чтобы вы подумали и написали в комментариях к этому видео, что вы бы хотели видеть на канале. Давайте вместе сделаем это. Пишите ваши идеи. Я пробовал делать видео с разборами отрывков из сериалов, но дело в том, что из-за авторских прав в последнее время YouTube блокирует видео, в которых используются материалы из сериалов. Блокировки бывают разные. Могут стоять ограничения на показ в определенном регионе, а могут вовсе заблокировать показ видео. И вот представьте, вы трудитесь, делаете материал, запись, монтаж, тратите много времени, потом заливаете на YouTube видео, а YouTube вам говорит, что это видео заблокировано из-за авторских прав. Это очень неприятно, я с этим уже столкнулся и поэтому пока не берусь за разбор сериалов. Если среди вас есть те, кто умеет делать монтаж и обходить блокировки, вы можете помочь мне с этим вопросом. По поводу того, что мы можем делать на канале, мы можем пробовать любые формы, мы можем пробовать прямые эфиры, стримы, в которых мы можем разбирать грамматические вопросы, читать и разбирать тексты или что-либо еще. Я буду ждать ваши идеи и рекомендации, предлагайте все, что хотите, даже самое нестандартное и смелое, и открыт ко всему. Теперь переходим к нашей сегодняшней теме. Деепричастие с аффиксом дыкча. Аффикс этого деепричастия у нас составной. Он состоит из аффиксов дык и аффикса ча, которые имеют варианты по гармонии и между собой тоже соединяются по правилу гармонии. У нас есть 8 вариантов по гармонии. Это дыкча, дикча, дукча, дюкча, тыкча, тикча, тикча, тукча, тюкча. Эти аффиксы присоединяются к корню или основе глагола. Для примера возьмем все 8 вариантов. Ойнадыкча, гельдикча, окудукча, гёрдюкча, яптыкча, диттикча, коптукча, кюстюкча. Это деепричастие выражает длительное или повторяющееся действие, которое является причиной другого действия. Значение этой формы можно перевести при помощи выражения «по мере того как», то есть по мере совершения действия что-то изменяется, обычно возрастает или убывает. Или выражением «чем больше тем», то есть чем больше или чаще происходит действие, тем больше происходит влияние на другое действие. Чтобы было понятней, посмотрим на примерах. Из репортажа про туристическое место, которое популярно для серфинга. Рюзгяр эстикче, турист гельдор. Чем чаще дует ветер, тем больше приезжает туристов. Или можно сказать, по мере того, как часто дуют ветра, туристов становится больше. Рюзгяр эстикче, ветер дует постоянно и повторяет это действие, и это становится причиной того, что турист гельдор. Приезжают туристы. Так как действие повторяется, то чем чаще дует ветер, тем больше приезжает туристов. Следующий пример. Чем больше занимаешься спортом, тем сильнее становятся мышцы. Или по мере того, как занимаешься спортом, мышцы становятся сильнее. Почему мы ставим «чем больше» или «по мере того»? Потому что это дейпричастие выражает длительное или повторяющееся действие, которое не закончилось. Оно продолжает выполняться, как бы в широком времени. Спор и аптыкча. Повторяя, делать действия, занятия спортом. Это приводит к тому, что мышцы становятся сильными. Поэтому, чем больше занимаешься спортом, тем сильнее становятся мышцы. Следующий пример. Инсан китапокудукча дагадызгюн конушьер. Чем больше человек читает, тем грамотней он разговаривает. Причиной второго действия того, что человек грамотно разговаривает, есть первое действие – чтение книг. И это действие в форме окудукча повторяется и происходит в длительном отрезке времени. Еще пример. По мере того, как человек путешествует по миру и знакомится с новыми людьми и культурами, он приобретает внутреннее богатство. Как мы видим, здесь тоже второе действие – приобретение внутреннего богатства – зависит от того, насколько много мы путешествуем. То есть повторяем это действие и знакомимся с людьми и их культурой. Также форму депричастия на дикче можно перевести при помощи слова «когда». То есть, когда выполняется действие, то происходит другое действие. Например, «Пиноккио ялансью ля дикче бурну узуер». Когда Пиноккио говорит неправду, его нос растет. Когда растет нос, то есть, что является его причиной, когда Пиноккио говорит неправду. Здесь мы первое действие переводим глаголом в широком времени, потому что действие повторяется. Или еще пример. «Со как таки чё пля ригер дикче и чим парчаланьор». «Каждый раз, когда я вижу мусор на улицах, мне становится досадно». Мы здесь можем добавить слово «каждый раз», потому что форма «гёр дикче» указывает нам на то, что действие повторяется. И «ичим парчаланьор» дословно можно перевести как «разрывает душу». Но в примере с мусором по-русски это как-то неуместно, поэтому используем фразу «становится досадно», которая передает похожие чувства. Также мы можем переводить на русский форму дипричастия на «дыкча» в виде дипричастия. Например, «Окул гюнлеренихатырладыкча гюлимсвёрду вэмутлу ол ёрду». Можно перевести по схеме «чем больше он вспоминал свои школьные годы, тем больше он улыбался и становился счастливым». Но так звучит как-то нехорошо. Лучше сказать «вспоминая свои школьные годы, он улыбался и становился счастливым». Что было причиной, когда он улыбался и становился счастливым? Тогда, когда вспоминал свои школьные годы. Чаще всего в предложениях с формой дипричастия на «дыкча» второе действие выражается формой незаконченных глаголов. Это форма настоящего времени, широкого времени и других. Так как первое действие повторяется длительно, то и второе действие продолжает повторяться. Но бывают предложения, в которых второе действие стоит в прошедшем, законченном времени. Например, Второе действие у нас уже законченное «Я лучше узнала вас». Продолжения действия нет, оно законченное. Но это произошло благодаря действию, которое продолжалось какое-то время. Или еще пример Изучая глубже этот вопрос, я натолкнулся на интересную информацию. Как мы видим, здесь у нас действие «Я натолкнулся на интересную информацию» является законченным, она больше не продолжается. Но мы добились этого путем того, что изучали этот вопрос глубже, то есть делали какое-то повторяющееся действие в продолжительном отрезке времени. Также эта форма может использоваться в идиомах. Например, В ситуации, когда человек начинает говорить лишнее и таким действием ухудшает свое положение, то турки говорят Братан, чем больше болтаешь, тем глубже утопаешь. Это дословно. А по смыслу, чем больше говоришь, тем хуже себе делаешь. Как бы лучше помолчи. У этого деепричастия есть отрицательная форма, которая добавляет аффикс «маме» перед аффиксом «дыкча». И при переводе таких предложений мы используем оборот «пока не произойдет действие» или «если не будет действия». Посмотрим на примерах. Я поняла, что не смогу пройти этот экзамен, пока не начну по-человечески заниматься. То есть, пока первое действие не сделается, пока не начну по-человечески заниматься, не произойдет и второго действия. То есть, я не смогу пройти экзамен. Еще пример. Я ненавижу надменный взгляд, только если сам этого не делаю. Бельмищ бакыш – это взгляд человека, который все знает, самый умный, то есть надменный взгляд. Здесь логика предложения немного перевернута, но все же, пока я не сделаю надменный взгляд, я не буду ни ненавидеть, то есть не будет возникать такого чувства. Посмотрим еще пример. Пока вы между собой это не обсудите, проблема не решится. То есть, чтобы действие произошло и проблема решилась, вам нужно сделать другое действие – обсудить это между собой. Еще пример. В сердце каждой, даже самой маленькой частицы, есть дворец. Но он останется для вас закрытым, пока вы не откроете дверь. Это слова мевляны, турецкого суфия и философа. Зерре – это самая маленькая частица, ничтожно маленькая. А смысл предложения пишите в комментариях, кто как его понял. А мы выберем лучший вариант, отметив своими лайками. И напоследок посмотрим на два слова в форме этого диепричастия, которые используются как устойчивые слова. Это слова «олдукча» и «диттикча». «Олдукча» можно перевести как «довольно», «вполне», «весьма», «скорее» и другие. Например, «олдукча», «зорби шей», «довольно», «сложная вещь». Или «олдукча», «адиль бир карар», «вполне», «справедливое решение». «олдукча», «гвенли герюньор», «кажется», «вполне», «безопасно». «олдукча» и «бир фикир», «весьма отличная идея», «будруму олдукча» и «дареттин», «ты весьма неплохо справился с этой ситуацией», «бу олдукча олаандыши», «это скорее крайность». Слово «гиттикча» можно перевести как «становится со временем, постепенно, понемногу». Посмотрим на примерах. «Мое чувство вкуса становится все хуже и хуже». «Гиттикча уфалырлар», «со временем они уменьшаются». «Дерслер гиттикча зорлашьор», «уроки становятся все труднее и труднее». «Куланыджисайсы гиттикча артьёж», «количество пользователей постепенно растет». «Гиттикча алышьорум», «я постепенно привыкаю». «Гиттикче делериорум», «я понемногу схожу с ума». На этом урок окончен. Вы можете помочь развитию канала, поставив лайк и поделившись видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok